приветствую вас дорогие друзья сегодня 4 ноября пятница надо же я даже вспомнила день я иду немножко подышать воздухом и сходить в озон пришел нож для петчворка дисковый и пришел заборчик который для камина сейчас посмотрю что на себя представляет может быть от него откажусь в общем посмотрим ну а я иду наслаждаюсь красотами осеннего парка у нас еще много деревьев в листве лёшик показывал свой вид из окна в москве это небо и земля там уже все листья опали а у нас еще и березоньки все в листве тополя уже опали ну какие-то еще деревья в листве вы можете видеть я сейчас переключусь меня вы уже увидели а я покажу еще раз красоту нашего осеннего городского парка пройдусь сейчас по любимой аллейки если прямо пройти там центральные ворота ну а мы повернем направо и пройдемся до сих пор комментируют видео самые первые прошлогодние и я сегодня сама просмотрела это видео еще там стояли зеленые мишки которых убрали поставили новый дизайн смотрите какая красота вот береза еще вся даже не думает облетать и вдалеке в общем красиво так все таки все таки по этой аллейке пройдусь детская площадка вот я смотрю даже кустики недавно подстригали вот моя любимая беседка ирландская кружева ой ну посмотрите какая красота друзья остановись мгновение ты прекрасно буду зимой смотреть свои же ролики любоваться этим парком как всегда чисто уютно все есть скамейки есть освещение есть детские площадки есть беседка вдалеке храм даже прокат в этом году нам сделали сейчас не знаю сейчас там кстати не знаю как работает прокат уже холодно но там сделали типа кофейню так что можно пойти попить кофейку а вот смотрите а здесь березы все облетели вот тена видите как от чего это зависит непонятно вот вдалеке 1 2 наверное остальные все высых уже видите вот это да ну вот от чего это зависит непонятно в этот раз давайте пройдемся наверное через центр давно я не была в центре как-то по другой дороге все время ходила в озон сейчас время 3 час я вообще с утра все такие дела люблю сделать но дело в том что узнала в магните что черниговский хлеб батончик который я люблю его привозят после обеда ну и там сегодня опять занималась сидушками привожу в порядок остатки пряжи все из расходу я имею ввиду трикотажной все остатки все в дело уже вижу третью сидушку пришла идея спонтанно сегодня хочу жена у нас есть старая достались при покупке дома и я хочу купить лист юсби лёшик вырежет по диаметру круг это будет основание сидушки а сверху я конечно же свяжу вот такие сидушки из трикотажной пряжи и будет замечательная замечательный пуфик типа чтобы посидеть возле костра который я все-таки собираюсь кострича это сделать вот там по моему три или четыре шины как раз хватит если даже кто-то придет в гости можно посидеть возле костра вот мясная лавка вы мне писали лена здесь вкусные сосиски свиные я ни разу не покупала я в ней покупаю ребрышки свиные копченые если варю супчик с горохом очень вкусно так что вот здесь вот оказывается вкусные сосиски продаются ну как-нибудь попробую я как-то друзья практически не ем колбасу не колбасу не сосиски не сардельки ничего как-то с лёшиком мы сидели на здоровом питании на здоровом образе жизни я три года делала каждый день зарядку по часу не какие-нибудь там 15 минут а час с меня тек под ручьем была в хорошей форме а сейчас что-то разленилась вот и мы не ели наверное год точно я не ела мясо вообще и как-то без него обходилась и мне его не хотелось вот сейчас опять пришел этот период я не могу сказать что я вообще его не ем мы им очень мало очень мало обратите внимание какая чистота в городе просто красота вот только сказала и увидела пакет валяется ну надо же но вот урна рядом стоит а может его просто ветром унесло скорее всего а вот здесь открылся зоу магазин зоу товары остров называется я заходила посмотрела двухкилограммовая пакета роял канин стоит 1800 рублей а вот аренда помещениях отремонтировали помните здесь ремонт шел сейчас кто-то отремонтировал и сдают вот здесь тоже скорее всего отремонтировали будет какой-то магазин слева у нас сельскохозяйственный рынок но уже поздно а сегодня даже пятница сегодня там никого нет суббота воскресенье больше в воскресенье ветра нет свежо хорошо гулять а вот здесь я покупала семена семена поливальник вот наш троицкий собор красавец здесь на этой площади проводятся всякие праздники в общем красиво очень красиво у нас друзья городок небольшой но все есть и даже есть где прогуляться можно еще сходить в нижний парк я-то думала там это тоже реконструкцию делали мне подписчица написала что ли на нет там ничего не делали надо будет сходить посмотреть что там вот дом чиплыгина по моему тоже в этом году реконструировали сейчас вот поменяли ну вот вот это не пленка я не знаю что это занавес такой наверное теперь до весны уже зима конечно же никто зимой делать ничего не будет ну вот гуляючи 9 минут мы с вами пришли как же мне хочется вот такую веранду сделать вот не веранду а этот крылечко вот с такой кованой штукой вверху с поликарбонатом по моему вот это называется столько планов и все хочется сделать так ну вот мы пришли пришли я пока отключусь потом включусь звоним подхожу к дому а у меня козлик или кузочка появились ты оторвался да не знаю кто это наверное козел это соседи вот там женщина живет в доме с зеленой крышей это ее козы пойти что ли сказать оторвался а может отпустили его ты на вольных хлеба да ну поешь поешь мои калачики все мне меньше работы кушай кушай представляете а я иду опять у шуры взяла ящичков идея то в голове вертится вот как раз настрогаю нарежу вернее из этих ящичков разберу сначала их конечно дощечек и облицую шины а сверху сидушка вот и будет пуфик для лета для костра так ну иди иди не мешайся мне тут отлично вот так вот такими реечками посадить на либо болтики либо на саморезы к шине прям пришпилить морилочкой пройтись ну а сюда вырезать круг и связать круг из этого уэсби панеля и связать коврик из трикотажной пряжи и будут вот такие пуфы для отдыха перед костром отлично просто отлично как вам такая идейка друзья вот друзья этот заборчик это обычный садовый заборчик 4 штуки но не знаю как он для сада он такой хлипкий хотя может быть где-то и можно что-то украсить вот 240 рублей что ли что такое 263 не помню ну пусть будет 250 вот хочу может быть буду красить коричневый цвет а может быть и не буду типа вот такой заслонки конечно это все вот эти шпили уберутся все это будет стоять внизу понятное дело думала обрезать так проверяющий пришел потому что он 70 сантиметров но вы знаете ничего обрезать не буду прям четко вот внутри вот так вот его прикрепить я уж придумаю как его прикрепить и будет вот такая заслонка значит один раз я вернее второй раз заштукатурила я камин теплоном еще нужно еще кое-где вот обвалилась пока я его тащила но это все залепится эта фигня вот еще финишным слоем витамита конечно буду все это дело делать жду лёшика надо лёшик уже купил столешницу в леруа мерлен и надо этот камин установить а потом я уже буду его штукатурить финишным слоем вот так вот это выглядит на мой взгляд по моему неплохо вот если я сяду на диван то это будет смотреться вот так ничего он не загромождает он всего 20 сантиметров шириной по верху но внизу немножко больше но он не смотрится громоздким сколько уюта и сколько красоты и тепла и вообще это камин это символ уюта и тепла в доме да еще туда проведем электричество будет там может быть я что-то придумаю типа горящих дров есть идеи на канале как их сделать но это все будет потом а может быть просто поставлю туда увлажнитель воздуха он же пар такой выделяет и весь переливается и запах и как-то его ну как бы заложить типа дровами все это будет светиться дрова может быть настоящие могут быть может быть декоративные может быть шишки туда положить и может быть еловые веточки всяко-разно можно придумать и будет вот такая красота ну а здесь у меня намечается еще один коврик как раз вот эти все остаточки пряжи вот и вот все пойдет в дело он будет по размеру немножко больше чем вот эта сидушка а вот эта сидушка как раз на стул вот этот стульчик здесь их два они хорошо стабилируются по 230 рублей брала в светофоре вот два конечно уже все измазюканные на них и штукатурила и сидели и строили в общем пилили конечно они уже приняли непрезентабельный вид они пойдут так вот для работы а эти два новенькие с такими вот сидушечками вполне подойдут для летней терраски так что вот уже можно сказать три сидушки готовы да друзья вчера я стирала это покрывала сегодня его немножко прогладила и она практически не изменилась да не практически они изменилась в размере вообще абсолютно не подсела и вот посмотрите внизу у меня плед который я покрывал покупала на озоне весной и там вот такая вот бахрома вот так вот вместе это очень красиво смотрится так что мне даже не нужно обвязывать мою покрывала здесь кстати он с двух сторон там бубенчики здесь нету на покрыл на этом пледе но здесь я связала и вот видите они совсем после стирки приняли совершенно другой вид так что вот так сейчас смотрится это покрывало очень на мой взгляд даже красиво начистила я морковки сейчас потру и заморожу как же это удобно друзья во первых не переживаешь как ее хранить погниет она не погниет нарезал вернее начистил настругал в морозилку порционно вот прям морковочка пакетик морковочка пакетик потом супчик и вот тебе уже готовая морковка кто у меня тут шуршит ты с бумажечкой это чек наверное я думаю что такое шуршит а это шпулька тут играется да да сейчас буду кормить час сама голодная ушуры купила перчик это наверное уже последний перчик конечно уже не по 70 ровно в два раза дороже по 140 рублей но все равно это не 260 и не 300 рублей зимой сладкий перец и по такой цене и будет есть килограммчик тоже порционно нарежу и заморожу яблочки по 65 рублей может быть сварю компотик так это посмотрела соки боже мой 140 рублей сок это не сок 100 рублей сок не сок лучше я куплю яблочек и такие пахучие вообще ароматные наверное сварю сейчас компотика и два лимончика лимоны всегда нужны там остался у меня один банан еще с прошлого похода в магазин в общем сейчас буду заниматься и вот получила я этот нож олфа но работать им руки чешутся но вы мне написали что им нельзя работать и на других поверхностях кроме вот этого коврика коврик придет 10 ноября так что до 10 ноября буду я ждать этот коврик и не буду даже открывать этот нож и дабы не было соблазна 45 миллиметров диаметры здесь диски еще не покупала съемные попробую пока как у меня пойдет потому что очень дорого все купить сразу значит нож я купила за 843 рубля 1030 рублей линейка и 1729 рублей это коврик вот на три вещи вот посчитайте сколько я уже потратила денежков все мои хорошие сегодня на сегодня все буду заниматься делами на кухне потом вязание я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сидникова пока пока